С начала текущего года не зарегистрирована особо опасная инфекция, а также вакциноуправляемые инфекции, такие как столбняк, дифтерия, краснуха, окорь, коклюш. Отмечается снижение заболеваемости с карлатиной более чем в два раза в 2021 году. В сравнении с 2020 годом отмечается рост случаев острых кишечных инфекций. Всего зарегистрировано 297 случаев. За последние пять лет отмечается положительная динамика по снижению заболеваемости. И на сегодня, если сравнивать с 2018 годом, у нас идет снижение с 18 случаев до нуля в 2021 году. Мы достигли такого результата благодаря тому, что на сегодня есть плановая вакцинация детей. Но, к сожалению, с начала текущего года у нас зарегистрирован один случай вирусного гепатита А у 13-летнего подростка, который не вакцинированный. В связи с медицинским отводом он не получил вакцинацию. В результате проводимой вакцинации против кори за последние два года это заболевание на территории области не зарегистрировалось. Благодаря кампании по дополнительной иммунизации против кори заболеваемость снизилась с 282 случаев. В 2019 году до нуля в 2021 году. С начала текущего года случаев также не зарегистрировано. Уровень заболеваемости туберкулезом тоже вызывает у нас настороженность. Так как в прошлом году мы видим, что было снижение на 1,3%. Ну если в абсолютных числах брать это в 2021 году 305 случаев, то в 2020 году было 309. Ну как бы практически на одном уровне. Однако в Аккольском, Егендекольском, районе Биржан-Сал, Зерендинском, Цельноградском, Шортандинском районах и городе Степногорск, несмотря на то, что в целом по области идет снижение, в этих регионах отмечался рост заболеваемости туберкулезом. Если смотреть по структуре заболеваемости, то 91% приходится на туберкулез органов дыхания. За сутки зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Стоит отметить, теперь допускается проведение ревакцинации против коронавируса медицинских работников, лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц с инвалидностью 1, 2 и 3 групп с применением вакцины Камернати. Александра Гаурт, Марат Ахмеджанов, Жамбул Болтаев, Кокщиакпарат.